Но вы действительно сможете избавиться от всех без исключения проблем, если поищите и примените духовное решение. Уже в первой главе я объясню, что именно подразумеваю под словами «духовная проблема и решение», и потому не буду повторяться и говорить об этом здесь. Основную идею книги можно выразить в десяти тезисах. Все в нашей Вселенной не более, чем энергия. То есть всю ее пронизывают вибрации определенной частоты. Низкочастотные вибрации представляются нам более плотными, они и создают проблемы. Высокочастотные вибрации, из которых состоят, к примеру, свет и мысли, менее вещественны. Вибрации наивысшей частоты – это то, что я называю духом. Когда низкочастотная энергия встречается с энергией духа, все так называемые проблемы исчезают без следа. Вы обладаете способностью и силой, необходимой, чтобы увеличить частоту вибраций своей энергии и получить доступ к энергии с наивысшей частотой колебаний, которые поможут вам решать любые жизненные проблемы. Существуют основные принципы, которые необходимо понять и применить на практике, чтобы получить доступ к духовным решениям всех проблем, возникающих в жизни. Разобравшись в этих принципах, важно решить, на какое энергетическое поле следует равняться – высокочастотное или низкочастотное. Соприкосновение с миром духа позволяет понять, что все проблемы иллюзорны. Мы сами выдумываем их, потому что считаем себя отдельными от своего источника, который я называю богом, а вы можете называть как-то иначе. Эти иллюзии – не более, чем ошибка мышления, и, как всякое заблуждение, они рассеиваются в свете истины. Книга состоит из двух частей. В первой части – шесть глав. Я изучил священное писание многих духовных традиций, как Востока, так и Запада, а также те источники, которые мы называем научными. Я стремился объективно подходить к различным традициям и практикам, не считая какой-либо из них выше прочих. С открытым сердцем, без предвзятости, я попытался понять все духовные концепции. Здесь я представляю вашему вниманию лады моих изысканий, не сомневаясь в их истинности и полезности. Вторая часть книги состоит из семи глав. Названиями для них послужили строки из самой известной молитвы святого Франциска Оссийского. В ней отражена суть этой книги. Заручившись помощью высокой энергии духа, можно избавиться от низкой энергии проблем. Мне пришлось хорошо потрудиться над разработкой рекомендаций, последовав которым вы сможете прямо сегодня применить духовные решения на практике. Перечитывая книгу, я сознательно не стал удалять некоторые повторения, чтобы подчеркнуть тот или иной момент. Мне кажется, это хорошо помогает усвоению изложенных здесь идей. Работа над этой книгой стала для меня упражнением в самоосознании. Теперь мне гораздо легче избегать низких энергий и получать духовное руководство. На это требуется всего лишь несколько мгновений. Стоит возникнуть так называемой проблеме, как я тут же связываюсь со своей высшей энергией. Эта практика дает мне ощущение легкости, делает меня любящим, сострадательным и свободным от проблем. Я просто отключаюсь от ментального мира проблем и подключаюсь к миру духовному. Эта работа приблизила меня к Богу, и я понял, что не только не одинок, но что одиночества просто не существует. Пусть же, читая эти строки, вы обретете такой же покой, какой ощущаю я. Хочу пожелать вам, чтобы вы осознали, Духовное решение любой проблемы находится от вас на расстоянии всего лишь мысли. Да благословит вас Господь! Уин Дайер Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это основа упрощенной парадигмы, которую мы рассмотрим в этой и четвертой главе. Мы обладаем способностью увеличивать чистоту и силу своего энергетического поля. Повышая скорость вибрации своей энергии, мы приближаемся к частотам, которые я называю Духом, и удаляемся от других, что составляет материальный мир проблем. Стивен Хокинг, которого на сегодняшний день, пожалуй, можно считать самым просветленным от всех ученых, сказал, «Очевидно, что обычные физические законы, отвечающие здравому смыслу, прекрасно работают, когда дело касается материальных объектов, движущихся с небольшой скоростью, таких как яблоко или даже планет. Но они совершенно неприменимы к объектам, движущимся со скоростью света. Следовательно, если вы хотите получить доступ к энергии высшего порядка, вы должны уметь абстрагироваться от старого доброго здравого смысла». Валерий Хант в своей увлекательной и щедро снабженной фактами книге «Бесконечный ум или наука о вибрации человеческого сознания» делает вывод. В результате проведенной мною работы я более не считаю тело органической системой тканей. Тело – это интерактивное электродинамическое энергетическое поле. Для жизни более естественно движение, нежели его отсутствие. Все, что поддерживает движение, идет ей на пользу, а что препятствует движению, причиняет вред. Я не рассчитываю на то, что вы станете экспертом по электродинамическим энергетическим полям или начнете осваивать квантовую физику. Все, что я хочу на данный момент – это поделиться базовыми знаниями, необходимыми для увеличения частоты вибраций своей энергии. Я надеюсь, что пять простых и легко проверяемых на практике тезисов помогут вам сделать это. Все вибрирует, все движется. Высокие вибрации приближают нас к духу. Низкие вибрации удерживают нас в мире проблем. Вы можете избавиться от всего, что мешает увеличить частоту вибраций вашего энергетического поля. Вы можете повысить частоту вибраций своей энергии, создав для этого благоприятные условия. Такова вкратце суть данной концепции. Духовное решение любой проблемы, включая в себя изменения собственного энергетического поля таким образом, чтобы получить доступ к высоким частотам и по необходимости использовать их в повседневной жизни. Теперь давайте подробнее рассмотрим эти пять основополагающих принципов и то, как они могут помочь в поиске духовного решения. Все вибрирует, все движется. Если вы посмотрите на страницу этой книги через мощный микроскоп, то увидите танец молекул, атомов и элементарных частиц, формирующих бесконечные энергетические структуры. Книга кажется плотной, потому что на определенной частоте колебаний энергия воспринимается органами чувств, которые тоже вибрируют, как твердая субстанция. Таким образом, данная книга является энергией, замедленной до такой степени, что представляется нам плотной массой. Это касается и нашего тела, а также всего в материальном мире, всей замедленной энергии, которая, как нам и кажется, пребывает в покое. Но достаточно хотя бы раз взглянуть в микроскоп, чтобы увидеть удивительную картину движения. Все сущие пребывает в постоянном движении. Не секрет, что наша планета каждые 24 часа делает один оборот вокруг своей оси, облетает Солнце по орбите каждые 365 дней и мчится в открытом космосе с головокружительной скоростью. Хотя нам кажется, что мы стоим на месте. Вращаться, мчаться и облетать – все это глаголы, описывающие движения. То же самое можно сказать и о наших телах. Они являются полями вибрирующей энергии и только кажутся плотными и неподвижными. Вся информация поступает к нам через органы чувств. Глаза воспринимают свет, который представляет собой высокочастотную вибрацию электромагнитных частиц. Уши воспринимают звук, который является более низкой по частоте вибрацией воздуха. Если бы мы могли проанализировать информацию, которую воспринимают глаза и уши до того, как наши органы чувств уловят ее, то убедились бы, что эти вибрации не несут в себе ни зла, ни враждебности. Они просто вибрации. Однако, воспринимая их, мы говорим «То, что я слышу, грозит мне неприятностью. То, что я вижу, ужасно и омерзительно». И так далее. Другими словами, мы воспринимаем высокочастотные энергии, не несущие в себе никаких проблем, таким образом, что они тут же превращаются для нас в проблему. Читая данную книгу, всегда помните об этом важном моменте. Любая проблема имеет энергетическое поле, обладающее собственной частотой или скоростью вибраций. Живя исключительно в низкочастотном мире материи, мы то и дело оказываемся в условиях с плотной, замедленной энергией, которые называем проблемами. Как и все остальное во Вселенной, болезни, дурные привычки, страх, стресс и тревоги имеют свою частоту колебаний. Сталкиваясь с низкочастотными колебаниями, мы ощущаем конфликт или дисбаланс в нашем энергетическом поле. Мы называем это проблемой, которую не можем ни понять, ни разрешить. Но я верю, что каждый человек обладает необходимым потенциалом, чтобы вырваться за пределы мира грубой энергии и стагнации, увеличив частоту вибраций своего энергетического поля. Это ключ к успешному преодолению проблем в нашей жизни. Возможно, все эти термины из области физики покажутся вам непривычными и странными, но ученые используют их постоянно. Они изучают вещество на субатомном уровне и сообщают, что в основе всего сущего лежит энергия. Моя цель не в том, чтобы углубиться в квантовую физику и предоставить веские научные доказательства. Это уже было сделано людьми, которые разбираются в этих вопросах гораздо лучше меня. Моя задача – заставить вас задуматься о том, что решение проблем может зависеть от вашей готовности и изменить частоту вибраций своего энергетического поля. Приведенная ниже таблица поможет разобраться в градации частот колебаний энергетического поля. Самую низкую частоту имеют болезненное состояние. Более высокая частота свойственна тому, что мы считаем нормой для человека. Самая высокая частота присуща мысли и душе. С точки зрения физического здоровья, пункт А соответствует самому плохому его состоянию. Чтобы достичь пункта Б, то есть нормального состояния, человек принимает лекарства, консультируется с врачами и делает все необходимое для нормализации своего здоровья. Пункт В – это совершенное здоровье, идеальное самочувствие. В этом состоянии вы можете сделать 500 приседаний, пробежать марафонскую дистанцию, а ваш организм полностью свободен от токсинов. Болезни возникают при очень низких вибрациях энергии. То, что мы называем нормальным состоянием, это средний уровень частоты колебаний, а совершенное здоровье обеспечивается стабильными вибрациями высокой частоты, способными нейтрализовать вибрации болезни. В качестве иллюстрации я выбрал произвольную скорость колебаний. А равно 10 000 Гц, Б – 20 000 Гц, В – 100 000 и более Гц. Если в течение долгого времени жить в чрезвычайно замедленном энергетическом поле с частотой менее 20 000 Гц, то почти всегда вы будете сталкиваться с проблемами, которые имеют ту же частоту. Это касается и эмоционального состояния. К пункту А относятся страх, волнение, стресс, гнев и психические заболевания. Эмоциональное состояние, соответствующее пункту Б, относительно стабильно. Вы чувствуете себя нормально, но любая резкая смена обстоятельств или перемена в поведении окружающих могут снова вергнуть вас в мир беспокойства, страха, чувства вины и депрессии. Пункт В – это совершенное эмоциональное здоровье. Никто не может помешать вашему счастью. Внешние условия не причиняют страданий, действия или мнения других не могут повлиять на ваше эмоциональное состояние. Движение от пункта А к пункту В представляет собой смену частоты вибраций энергии. Процесс, которым вы можете управлять по своему желанию. В ваших силах достичь уровня частоты Света и Души. Минуя уровень 20 000 Гц, вы избавляетесь от всего, что воспринимается как проблемы и неудачи. На более высоких частотах пробуждается интуиция, проницательность и другие способности, дремлющие у большинства людей. Итак, мы рассмотрели физическое и эмоциональное состояние с точки зрения частот. Но есть еще один элемент, имеющий важное значение в поиске духовного решения проблем. Этим элементом является сознание. Пункту А соответствует сознании самого низкого уровня, эгоистическое. Человек, живущий на этой частоте, считает, что отделен от других и находится в противоборстве со всем миром. Он поглощен чувством собственной значимости, а его самооценка основана на том, чем он владеет, какое положение занимает и что о нем думают другие. Эгоистическое сознание удалено от духовной энергии настолько, насколько это вообще возможно. И все семь аспектов духовности, перечисленные в первой главе, отсутствуют в жизни такого человека. Пункт Б соответствует среднему или нормальному уровню сознания человека. Я называю его групповым сознанием. На этом уровне вы отождествляете себя с той или иной группой людей в соответствии с местом своего рождения, этнической и культурной принадлежностью. Групповое сознание – это сознание обычного человека, который заявляет «Я мужчина, ты женщина. Я стар, ты молод. Я итальянец, ты китаец. Я христианин, ты мусульманин. Я белый, ты чернокожий. Я консерватор, ты либерал». Классификации по группам нет конца. Между этими группами то и дело вспыхивают конфликты с целью выяснения, кто прав, кто сильнее, могущественнее, лучше и так далее. Групповое сознание приводит к войнам. Члены группы мыслят так. «Я родился на этом берегу реки, а ты над руком. Поэтому нам придется вступить в схватку, чтобы выяснить, кто имеет право этой рекой пользоваться». Испокон веков ведутся споры по поводу географических границ, религиозных предписаний, культурных обычаев и так далее. «Подобные конфликты оправдываются стремлением сохранить особенности и исторические традиции моего народа». Чистота в 20 тысяч герц побуждает нас считать себя членом долиной группы и гордиться победами над теми, кто не похож на нас. Но как бы там ни было, групповое сознание можно считать нормальным. Однако, навешивая ярлыки на себя и других, вы создаете благоприятные условия для возникновения проблем. Вы автоматически ставите себя в оппозицию любому, кто принадлежит другой группе. Проблемой становятся отношения с другими, так как вы неизбежно вступаете в конфликт с теми, кто не с вами. Проблемой становятся болезни, ведь вы рассматриваете их как врагов, посягнувших на вашу территорию, которую называете «моё тело». Проблемой становится недостаток денег, потому что у других их больше, чем у вас, и вам приходится вступать в соперничество с ними. Групповое сознание – это шаг вперед по сравнению с эгоистичным сознанием. И все же оно удерживает нас на промежуточном уровне развития, который далек от мирной, спокойной, свободной от проблем жизни. На этой частоте проблемы считаются нормальным явлением. Приближаясь к пункту «В» на пути развития сознания, человек достигает того, что я называю сознанием единства или божественным сознанием. Как я уже говорил, у нас есть одна единственная проблема, и заключается она в нашем убеждении, что мы отделены от Бога. Постепенно увеличивая частоту колебаний своей энергии, вы достигнете духовного уровня, на котором проявятся ваши божественные качества. вы начнете осознавать себя частью Бога, и это необъяснимое чувство сопричастности не позволит вам ощущать обособленность. Обладая сознанием единства, вы видите Бога в каждом цветке животного-человеке. Вы больше не считаете себя жертвой или чем-то врагом. Вы привносите высокие духовные вибрации в каждую жизненную ситуацию и уже не смотрите на мир с точки зрения эгоистичного или крупового сознания. Вы больше не требуете во Вселенной «дай мне, дай мне, дай мне». Вы спрашиваете, что я могу дать? И Вселенная, как зеркало, отражает ваш вопрос «что я могу дать тебе?» Итак, помните, что все во Вселенной вибрирует и движется, и что наше физическое, психическое и духовное здоровье зависит от частоты колебаний нашей энергии. Высокие вибрации приближают нас к духу. Валерий Хант, описывая духовное просветление в своей замечательной книге «Безграничный ум», говорит следующее. Проводя лабораторные исследования, мы обнаружили, что когда человек медитирует, вибрация его энергии имеет наибольшую частоту и сложность, и у него возникают духовные переживания, независимо от его убеждений. Чтобы найти духовное решение, необходимо хотя бы в целях эксперимента признать теорию энергетических вибраций. Чем быстрее и сложнее вибрации энергетического поля человека, тем ближе он к миру духа, и тем сильнее его способность нейтрализовать проблемные ситуации, имеющие низкую частоту колебаний. Доктор Валерий Хант, ученый-физиолог, исследующий энергетическое поле человека. Заключения, к которому она пришла, почти идентичны словам человека, которого многие считают своим духовным учителем. Его имя Сатиса и Папа. Этот божественный учитель обладает уникальным даром удовлетворять материальные потребности людей, и имеет приверженцев во всем мире. Всю свою жизнь он дарит людям свою безусловную любовь и учит этому других в своем ашраме в Южной Индии. Своим многочисленным последователям он говорит, «Человеческая энергия низка и ограничена, а божественная безгранична. Ты – Бог. Ты наполняешься божественной энергией, когда занят духовной деятельностью». Научные философии доктора Хант и духовные Саи Бабы лишний раз убеждают нас в существовании незримой энергии с высочайшей частотой колебаний, которая может возвысить нас до божественного уровня. Они напоминают нам, как важно освободиться от негативного воздействия низких материальных вибраций. Сделав это, мы одухотворим свой ум и выйдем за пределы материальной или физической реальности, с которой привыкли соотносить себя. Ум отличен от мозга, так как его вибрации невозможно измерить грубыми материальными приборами. Он представляет собой энергетическое поле, которое выходит за пределы физической реальности мозга. Именно ум отвечает за интуицию, воображение, творческие способности и духовное сознание. Ум – структура высшего порядка, бесконечная и незнающая преград. «Ум переживает, а мозг запоминает», так описывает природа ума Уайлдер Пенфилд в своей сенсационной книге «Загадка ума». Когда я говорю о вибрирующем энергетическом поле, то имею в виду именно ум. Поэтому, чтобы найти духовное решение проблем, нужно повысить частоту вибрации ума. Мне бы не хотелось превращать эту книгу в научный трактат. Я просто хочу помочь вам понять, что высокие вибрации способствуют продвижению от плотного к невесомому, от тьмы к свету, от материи к духу, и что только в духе вы обретете покой. Чем выше частота, на которой работает ум, тем выше интеллект и интуиция человека. Людей с высокочастотным сознанием можно встретить в самых разных областях жизни. Я знаю одного профессионального футболиста, развитой интуиции которого позволяло ему превосходно выстраивать защиту во время футбольных матчей. Как правило, эти люди способны быстро находить решение, сохранять спокойствие и дружелюбие в самых сложных ситуациях и оказывать глубокое влияние на окружающих людей. Высокая частота работы ума способствует усилению воображения и творческих способностей и приближает к миру духа. Это помогает нейтрализовать низкие энергии, которые приводят к возникновению так называемых проблем. Мы часто используем слово «проблема» только потому, что не знаем, что с большинством сложных ситуаций позволяю справиться воображение и творческий подход. Исследователи энергетического поля человека сообщают, что интуиция, воображение и творчество – это признаки высшего состояния ума или сознания. Действительно, говоря о божественном сознании, мы подразумеваем творца, который сначала вообразил материальную вселенную в своем уме, а потом, руководствуясь своей огромной интуицией, сотворил ее, о чем повествует книга бытия. Ваше сознание одновременно индивидуально и божественно, так как является проявлением осознания Бога, вселенского разума. Следующие слова доктора Валерии Хант приводят меня в восторг, когда я думаю о творческом потенциале человеческого сознания. На основании своего опыта в расшифровке и передаче мыслей, взятых из энергетического поля Вселенной, я считаю, что все когда-либо изложенные великие и глубокие идеи в положении развитых культур и учения, вокруг которых возникли великие, доступны нам и сегодня в изначальной форме вибраций. Это изначальная форма вибраций, то, что я называю энергией самого высокого уровня. Развивая в себе семь аспектов духовности, описанной в первой главе, вы постепенно избавитесь от всех своих проблем. Чистота вибраций энергии вашего ума возрастет, и вы обретете высший дар интуиции, воображения и творческих способностей, которые являются неотъемлемой частью божественного сознания. В конечном счете энергетическое поле вашего одухотворенного ума сможет влиять на все происходящее в мире. Мы живем в мире невидимых энергий, которые воспринимаем как должное. Нас окружают электромагнитные волны, которые мы не можем ни увидеть, ни услышать, не потрогать. Возьмем, к примеру, радио и телесигналы. Мы знаем, что можно посылать радиоволны в эфир, принимать их со спутников, зашифровывать, расшифровывать, извлекать из них информацию. Увеличивать частоту этих волн мы можем посылать их к далеким планетам и галактикам. Не делаете ли вы то же самое, когда молитесь? Не является ли молитва невидимым энергетическим сигналом, посылаемым вами вселенскому разуму, средством духовной связи? Исследования показали, что люди, которые молятся, из-за которых молятся, быстрее выздоравливают. Молитва является невидимой вибрацией энергии, достигающей духа. И, как показывает практика, она действенна. Высокие вибрации связывают вас с духом, а дух – источник решения всех проблем. Осознав это, вы осознаете и свое единство с духом или Богом. И я призываю вас самостоятельно убедиться в иллюзорности представления о том, что вы существуете отдельно от Бога. В заключение этого раздела приведу еще одну цитату из книги Валерий Хант. Мы обнаружили, что когда вибрации энергетического поля человека достигают максимальной чистоты, он перестает ощущать свое эго, физическое тело и материальный мир. Он оказывается в потоке информации высшего порядка, трансцендентных идей и творчества в его чистой форме. Его мышление становится более возвышенным, проницательным и глобальным. Низкие вибрации удерживают нас в мире проблем. Если вы постоянно настроены на низкую чистоту материального сознания, то вам недоступна область высшего знания, трансцендентных идей, интуиции и чистого творчества. Это подтверждают научные исследования Валерий Хант. Есть также замечательная книга, написанная доктором философских и медицинских наук Дэвидом Хокинсом «Сила и могущество». Автор посвятил 29 лет измерению частот эмоций, мыслей и поведения человека. Он хотел выяснить, как перейти от низких частот стыда, чувства вины, апатии, страха и гнева к более высоким вибрациям воодушевления, согласия, благоразумия, любви, радости, мира и просветления. Привожу цитату из предисловия. «Индивидуальное сознание человека похоже на компьютерный терминал, подсоединенный к гигантской базе данных. Наше сознание – это индивидуальное проявление коллективного человеческого сознания. Эта база данных – сфера гениальности, и каждый человек имеет к ней доступ по праву рождения. Вы тоже можете воспользоваться энергией гениальности, чтобы избавиться от всех своих проблем. Но что конкретно это значит для человека, желающего сбросить бремя борьбы за выживание и проблем материального мира? Ответ подсказывает слова Эйнштейна, которые служат эпикрофом к этой клаве. Ничто не происходит без движения. Вы должны решиться выйти из-под власти медленных, низких, материальных вибраций, так как именно они вызывают проблемы. Возьмем, к примеру, такую страшную болезнь, как рак. Как и все остальное в физическом мире, рак имеет определенную частоту вибраций. Эта частота несовместима с частотой вибраций организма, поэтому раковые опухоли начинают пожирать соседние клетки. Любая болезнь может поразить ваш организм, если вас дают страх, гнев, ненависть и зависть, потому что низкие чувства резонируют с вибрациями болезней, присущи всем жизненным ситуациям, которые мы называем проблемами. Как же тогда согласиться с утверждением из первой главы о том, что Бог добр, Бог создатель, Бог вездесущ и что не существует ничего кроме Бога? Зло — это иллюзия, исчезающая в присутствии духа. И наоборот, если мы не пребываем в духе, наше энергетическое поле имеет низкую частоту вибраций, близкую к частотам гнева, ненависти, зависти, чувства вины и так далее. В нашем энергетическом поле образуется брешь, достаточно большая, чтобы низкие вибрации вошли и обосновались в нашем теле. Помимо проблем со здоровьем, низкие вибрации вызывают появление больших брешьей практически в каждой области нашей жизни. У нас возникают проблемы в отношениях с окружающими, разлад в семье, трудности на работе и так далее без конца. Чтобы устранить низкие вибрации своей жизни, нужно прежде всего признать их наличие, не испытывая при этом чувства вины. Наше восприятие материального мира целиком и полностью зависит от органов чувств и их предпочтений. Мы стремимся удовлетворить свои чувства с помощью богатства, славы, алкоголя, наркотиков, всевозможной собственности, игрушек и драгоценностей в больших количествах и лучшего качества. Если требования наших чувств не удовлетворены, мы считаем, что у нас есть проблема и начинаем жаловаться. Мне мало платят. Мои дети меня не слушаются. Меня не повысили в должности. Я не могу себе позволить машину, которая мне нравится. У меня куча дурных привычек, лишний вес и нерва на пределе. К тому же меня оштрафовали за превышение скорости и я могу лишиться своих прав. Список можно продолжить еще на добрую сотню страниц. Все эти проблемы, включая проблемы со здоровьем, появляются из-за того, что мы позволяем своим чувствам, которые имеют очень медленные вибрации, управлять нашей жизнью. И все же все эти проблемы существуют только в уме, как и все наши отношения с другими. Именно при помощи своего ума мы составляем мнение о другом человеке. Если мы воспринимаем других людей только на уровне чувств, то есть на уровне низких вибраций, в наших отношениях с ними постоянно будут возникать проблемы. Мы сможем избавиться от проблем, только выйдя за пределы меры чувств и медленных энергетических вибраций. В священном Талмуде сказано «Если ты напился воды из колодца, не бросай в него камни». Дух – это вода, а камни – материальные вибрации. Зависеть от этих низких вибраций все равно, что кидать камни в свой колодец. Тем самым вы загрязняете источник неисчерпаемых запасов энергии и создаете себе самые разнообразные проблемы. В старых западных фильмах часто встречается сцена, в которой хрупкая маленькая леди в широкополой шляпе мчится в потерявшем управлении дирижансе. Кучер смертельно ранен в грудь, а четыре лошади на бешеной скорости несут дирижанс по ухабам, в то время как маленькая леди тщетно зовет на помощь. В нашем случае беспомощные леди – это наше высшее «я». Неуправляемый дирижанс – тело, бездействующий кучер – разум, болтающиеся по воде – эмоции, обезумевшие лошади – чувства. Чувства совершенно вышли из-под контроля, подвергая нас все новым испытаниям и опасностям. А наше высшее «я» умоляет прекратить это безумие. Но, увы, разум мертв, а эмоции ничем не могут помочь, ибо следуют за неконтролируемыми чувствами. Вот причина множества проблем. Наши чувства, обладающие низкой чистотой, несут нас по жизни. Разум молчит, а наше «я», обладающие высшей природой, взывает к нам из глубин ума, умоляя исправить ситуацию. Я видел, как вкусовые рецепторы языка, которые весят менее трех граммов, тащили 150-килограммового человека в булочную, в то время как маленькая леди умоляла его избавиться от лишнего веса. Этот человек считает, что у него проблемы с оживением. На самом же деле у него проблемы с его лошадьми, и если бы он прислушался к настойчивому тоненькому колоску маленькой леди и обратился к духовной энергии, она помогла бы ему взять потусцы взбесившихся лошадей. Он мог бы воспользоваться помощью высоких вибраций, и эта иллюзорная проблема навсегда исчезла бы из его жизни. Чего бы вам это не стоило, старайтесь держать своих лошадей в узде и не позволять им веркать вас в мир проблем. Это подводит нас к четвертому тезису. Вы можете избавиться от всего, что мешает увеличить частоту вибраций вашего энергетического поля. Низкая частота вибраций сознания серьезная помеха, мешающая прийти к духовному решению проблем. Как уже говорилось в начале книги, душа или дух имеет наивысшую частоту вибраций. Находясь на духовном уровне, человек полностью предан Богу, преисполнен любви, верит в вечную жизнь, чист умом, великодушен и благодарен, ощущает свое единство со всем сущим и всегда радостен. К этому списку можно добавить еще и веру, надежду, терпение, сострадание, доброту, прощение и т.д. Приветствуйте эти высокие вибрации у входа в дом своей жизни и наполните ими каждую комнату до тех пор, пока не останется места для низких вибраций, которые населили ваш дом проблемами. Низкие частоты исчезнут, как только вы окружите себя вибрациями духа. С ними не нужно бороться. Развивайте в себе любовь, и тогда высокие энергии вытеснят низкие. Мне всегда очень нравилось, как великий индийский святой Свами Вивикананда ответил своим приверженцам, когда те спросили его, как избавиться от низких энергий. Понаблюдайте весной за цветением фруктовых деревьев. Когда начинают появляться плоды, цветы исчезают сами сапой. Так исчезнет и ваша низкая сущность, когда внутри проявится Божественное Я. Яблоки не вступают в конфликт с цветами, появившимися на ветках до них. По мере созревания плодов цветы опадают. То же происходит, когда вы заполняете комнаты дома своей жизни семью чудесными составляющими духовности. Как говорят американские индейцы, ни у одного дерева нет веток настолько глупых, чтобы бороться друг с другом. все, что исчезает в присутствии духа, занявшего свое законное место, изначально является иллюзией. Когда мираж растворяется в воздухе, вы понимаете, что он никогда не был реальным. В связи с этим уместно привести совет Святой Торезе Авейской. «Пусть ничто не тревожит тебя и пусть ничто не пукает. Все проходит, лишь Бог не изменен. Ну, а тому, у кого есть Господь, нет ни в чем другом недостатка, ибо ему достаточно Бога». Обратите особое внимание на эти слова. «Все проходит, лишь Бог не изменен». Все в этом материальном мире форм постоянно меняется и в конце концов исчезает. Но есть также неизменный мир, который мы называем Богом. Именно этот неизменный дух сводит на нет все так называемые проблемы. Для этого нам, как мод рассказала Святая Тереза, достаточно Бога. Не правда ли отрадно осознавать, что не надо готовиться к Великой войне, чтобы избавиться от проблем? Вам просто нужно одухотворить свое жизненное пространство. Энергии с низкой частотой вибраций могут серьезно повредить вашему здоровью. Замещая эти народные энергии духовными энергиями, вы, помимо всего прочего, избавитесь от иллюзий болезни, дискомфорта, усталости, стресса и тому подобное, а также достигнете наилучшей физической формы. Во второй части книги вы узнаете, как заменить низкие частоты высшими вибрациями духа. А пока просто необходимо научиться распознавать энергетические вибрации с низкими частотами. Об их появлении можно судить по таким признакам, как страх, беспокойство, чувство вины, тщеславие, гнев, зависть, жадность, злословие, лицемерие, ненависть, стыд, ревность и эгоизм. На данном этапе мне хотелось бы, чтобы вы знали, что от этих препятствий, которые мешают вам обрести счастье и реализовать себя как личность, вы вполне способны избавиться. Как? Обратившись за духовным решением к высшей энергии. Так мы подходим к пятому и последнему тезису. Вы можете повысить частоту вибрации своей энергии, создав для этого благоприятные условия. Суть пятого тезиса концепции энергетических вибраций в том, что у человека есть способности и возможности поднять свою энергию на духовный уровень, где исчезают все проблемы. Вы можете создать определенные условия, чтобы увеличить частоту колебаний своей энергии и обрести духовное сознание. Подробнее об этом во второй части книги. А пока отложите вопросы на потом и постарайтесь принять все, о чем здесь говорится. Привнести в свою жизнь духовную энергию, человеку чаще всего мешает страх перед божественным. Страх перед духовной жизнью существует повсеместно. Мы боимся потерять свое материальное положение, которое зиждется на деньках превосходственно другими, социальном статусе и репутации. Фактически все проблемы, включая болезни, появляются в результате стремления укрепить свое материальное положение. Если вы хотите получить духовное руководство в решении проблем, то принимайте помощь Сойше, даже если она не совсем отвечает вашим ожиданиям. Иначе вы никогда не сможете изменить свою жизнь, и у вас будут возникать все те же проблемы. Не отвергайте духовные ответы, которые не совпадают с вашим видением жизни. Для того, чтобы общаться с духовным миром, нужно настроиться на его частоту. Невозможно поймать короткую волну, если ваш приемник работает только на средних или длинных частотах. И не нужно на этом основании полагать, что коротких волн вообще не существует. Настройтесь на подходящую волну, чтобы воспользоваться помощью духовной энергии. Наши государственные, общественные и религиозные институты предназначены для того, чтобы регулировать и контролировать поведение людей. Даже церковь не поможет вам одухотворить свою жизнь. Эти институты функционируют в материальном мире, чтобы удерживать людей в общепринятых рамках. Они распространяют низкие вибрации и скорее являются источником, нежели решением ваших проблем. Когда-нибудь часть людей достигнет высшего духовного состояния и сформируется критическая масса. Тогда возникнут институты, которые будут не контролировать человека, а обучать его духовному подходу к жизни и направлять к счастью. Но не нужно ждать этого светлого часа. Станьте сами частью духовной критической массы, проживая каждый свой день в пространстве божественной энергии. Взяв за руководство пять этих постулатов вы сделаете первый шаг к духу. Вы перестанете отдавать энергию тому, что противоречит вашим желаниям и убеждениям. Тщательно анализируйте свои мысли на пути к возвышенному сознанию. У всего, что вы считаете проблемой, действительно есть духовные решения. Редактор субтитров Корректор А.Егорова КОНЕЦ Корректор А.Егорова КОНЕЦ Корректор А.Егорова